В Киеве раздались стинания. Горячие головы из тех, кто захватил власть, уже сожалеют о том, что Украина не обладает ядерным оружием. Как известно, одним из условий развода и ухода Украины от России после Беловежской соглашения стал вывоз с территории Украины ядерного оружия. И все же проблема остается. Насколько велика вероятность того, что формирование экстремистов на Украине могут обладать ядерными технологиями, велика. Мы беседуем с ведущим аналитиком Российского института стратегических исследований Владимиром Козином. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Петрович, мечта всегда таких сил, которые настроены радикально, террористов, экстремистов, мечта обладать ядерной бомбой. Мы вспоминаем, что на Северном Кавказе, в кругу чеченских боевиков и иных, витала эта идея обзавестись ядерными чемоданчиками, ядерными зарядами. То же самое можно сказать о структурах экстремистов в других частях мира. Сейчас на Украине во многом власть принадлежит крайним радикалам. Правый сектор, Трезуб, другие организации, которые смело можно отнести к фашистующим. Украина свободна от ядерного оружия? Или же есть какие-то закрытые участки, которые не подконтрольны? Проясните ситуацию. Слава Богу, что вскоре после развала Советского Союза, к 1994 году, из трех республик бывшего Советского Союза, из Украины, Белоруссии, Казахстана, на территории Российской Федерации, было выявлено все абсолютно ядерное оружие, которое было тогда у СССР. Более того, в 1994 году был подписан Будапештский меморандум о гарантии безопасности Украины в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, и в качестве государства, которое присоединилось к договору о нераспространении ядерного оружия. Таким образом, сейчас, в настоящее время, когда мы с вами беседуем, на территории Украины никакого ядерного оружия нет. Напомню, что во времена СССР на украинской территории размещались мощные межконтинентальные баллистические ракеты в количестве 170 единиц, 43 тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-160. И, если говорить о ядерных боезарядах, то 1280 ядерных боезарядов различного назначения. Так вот, просто, как говорят, Отер берет, если представить, если бы вдруг черно-коричневая Мадановская власть имела бы сейчас вот эту ядерную дубинку в таком количестве, в таких масштабах. К сожалению, вот такие разговоры в Киеве ведутся не на улице, улицы ладно, но они ведутся людьми, которые по определению должны быть ответственными, депутатами Верховной Рады. Они ведутся в самой Верховной Рады Украины. Я думаю, что не только Российская Федерация, но и гаранты безъядерного статуса Украины, напомню, это Соединенные Штаты Америки, это Франция и Великобритания, то есть натовские страны, обладающие ядерными боезарядами, должны не допустить никоим образом появления у Украины ядерного оружия. Иногда существуют такие досужие разговоры, ой, надо, мол, со стороны Российской Федерации нанести по Украине упреждающий ядерный удар. Но Российская Федерация тоже является гарантом безъядерного статуса Украины. Это, в конце концов, соответствует нашей военной доктрине, не наносить ядерных ударов по государствам, которые присоединились и выполняют обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия. С другой стороны, в Российской военной доктрине есть положение, что если какое-то ядерное государство нанесет по нам ядерный удар, или вознамерится нанести, или совершит крупномасштабную военную агрессию с использованием только обычных видов вооружения, не ядерных, то Российская Федерация оставляет за собой право ответить ядерным ударом на первые вот эти две альтернативные вещи, такие сумасбродные идеи. Ну, кстати говоря, о вероятных сценариях. Они кажутся, конечно, фантастическими, но тем не менее. В частности, гражданин России, господин Белковский, недавно выступая в сети, давая комментарии, заявил о том, что 6-й флот США, дислоцированный в Бахрине, должен нанести по Крыму ядерный удар тактическими ядерными боеприпасами, чтобы остудить агрессию России. То есть, конечно же, мы понимаем, для чего делаются эти заявления, но, как говорится, симптомы налицо. Можно сюда же добавить о том, что вокруг постсоветского пространства, в частности, на территории Польши, на территории Турции, в других регионах Прибалтики, разворачиваются силы американские и других стран НАТО с вооружением, способным нести ядерное оружие. Как тактическое, так и стратегическое. Скажите, какую опасность для России, ее суверенитета, несут эти структуры и это оружие? К сожалению, американское ядерное оружие по-прежнему находится в морях и океанах. Это та сфера, где американцы не хотят сокращать ядерные арсеналы. В рамках односторонних инициатив, которые осуществили в начале 90-х годов Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев, там было произведено некоторое сокращение тактического ядерного оружия, морского базирования и у нас, у американцев. Но американцы до сих пор не хотят и никогда не хотели за всю историю создания ядерного оружия договариваться о регламентировании крылатых ракет морского базирования в ядерном снаряжении. Определены только параметры дальности, терминология. Что относить к таким ракетам? Это свыше 600 километров. Но, я повторяю, что не введены никакие ограничения на способы и характер их базирования и географию их размещения. Если вспомнить 2008 год, когда Грузия совершила варварскую агрессию против беззащитных граждан Южной Осетии, вы помните, что, по сути дела, уже после того, как агрессия захлебнулась и была встречена с нашей стороны очень крепким, мощным военным кулаком, в Черное море зашла первая тактическая военно-морская группа НАТО во главе с американским кораблем. По словам человека компетентного и знающего, а именно генерала-полковника Анатолия Наговицына, на некоторых НАТОвских кораблях находились в то время, в 2008 году, не только средства противоракетной обороны, но и как раз вот эти крылатые ракеты морского базирования большой дальности, то есть свыше 600 километров, с ядерными боезарядами, с ядерными боезарядами. Поэтому то, что говорит названный вами джентльмен, это вещь, как говорят, реальная, и нельзя ей сбрасывать со счетов. Поэтому все американские средства, корабельные группировки и подводные лодки, которые имеют на борту ядерное оружие, должны находиться под нашим неусыпным, пристальным взором и вниманием. Насчет подводных лодок. Как известно, четыре атомные подводные лодки класса Огайо Соединенных Штатов Америки были переоборудованы под несение как раз крылатых ракет большой дальности. То есть были сняты баллистические ракеты подводных лодок, БРПЛ, Трайдент, и вместо этих ракет были установлены крылатые ракеты морского базира в ядерном снаряжении. По 154 таких ракеты на каждой подводной лодке. 154 умножаем на 4, получаем 616, если до сих пор силен в математике. Это очень серьезная вещь. Из четырех этих подводных атомных лодок, которые несут на себе ядерное КРМБ, две постоянно находятся на боевой вахте. В Северных морях, в районе Баренцева моря, там, как известно, находится российская военно-морская база и обычные ракетных подводных лодок. И одна из них была замечена в районе Средиземного моря, конкретно Флорида. Я считаю, что наше военно-политическое руководство должно сказать об этом прямо, открыто американскому военно-политическому руководству. Не пытайтесь концентрировать в районе Российской Федерации средства в виде надводных кораблей и подводных лодок, которые оснащены ядерным оружием. У нас тоже есть морские ядерные средства. Мы тоже можем их задействовать. Тем более, американцы в середине 90-х годов отказались с нами вести переговоры о введении каких-то запретных зон на размещение таких подводных ракетоносцев у границ друг друга. Но, по крайней мере, не размещать их в зонах боевой подготовки, потому что было, к сожалению, 26 случаев столкновения подводных субмарин и атомных подводных лодок и подводных ракетоносцев, в основном советских в то время, во времена СССР, и американских. Слава богу, никакого не было атомного взрыва, не было никакой, как говорят, войны, обмен ядерными ударами. Но эта вещь крайне опасна в условиях того, что эти вещи не регламентируются, не сдерживаются на взаимной основе. Я повторяю, на взаимной основе. Эта вещь очень требует особого внимания. Но, повторяю, американцы постоянно отказываются обсуждать этот вопрос с нами. Вы знаете, моя личная точка зрения, если позволите. Я бы никогда с ними не подписывал договор СНВ-3 в Праге до тех пор, пока они не решили бы с нами вот эти проблемы, которых я обозначил. Почему? Потому что они ведут в рамках контроля над ядерного оружия селективную позицию, селективную линию. Выборочно выбирают то, что им тоже выгодно, но оставляют в стороне другие, более опасные, дестабилизирующие системы. Ну и, конечно, система ПРО, которая уже создана у американцев. Никакого секрета нет. Ну, здесь, опять же, после победы хунты в Киеве, оттуда пошла информация, что на Украине могут быть размещены элементы системы ПРО. То есть, самое, о котором вы говорите. Правда, потом на Западе эту информацию как-то резко обрубили, фактически дезавуировав эти заявления. Но угроза остается, и мы понимаем, что на самом деле происходит, что сделают максимально возможное в нынешнем Киеве для того, чтобы уже под самым боком у России, под Белгородом появились базы. И под Харьковом. Под Харьковом даже называлось место потенциальной дислокации американской системы ПРО. Вы правы, когда затронули этот вопрос. Но хочу сказать, что многие зарубежные эксперты, и даже, к сожалению, российские эксперты, забывают одну очень важную вещь. Оборонительные системы, то есть системы ПРО в данном контексте и наступательные вооружения в виде обычных видов вооружений, ядерных вооружений, они всегда были и будут связаны между собой в оперативном плане, в режиме реального времени. И документально в мае 2012 года на саммите НАТО в Чикаго впервые, я повторяю, в документах, то есть открытым образом была зафиксирована увязка так называемой новой чикагской триады. Ядерное вооружение, обычное вооружение и противоракетные средства. Поэтому, когда на территории Румынии уже начато строительство оперативного противоракетного комплекса Соединенных Штатов Америки, когда Польша не отказывается и также будет сооружать такую же оперативную базу ПРО под Редзикова на севере Польши против Ирана, замечу, против Ирана, у наших границ, да, у наших границ против Ирана, когда поляки вознамерились помимо вот этого Редзиковского американского комплекса ПРО создать еще свою какую-то там национальную противоракетную систему с использованием а американских средств, натовских средств и израильских средств ПРО. Вот, России надо думать очень серьезно и ответственно о противодействии этой угрозы. Я считаю, что в нынешних условиях Россия вполне могла бы повторить известное заявление тогдашнего президента Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал о четырехзвенной формуле возможного ответа России на то, если американцы будут продолжать развертывать систему ПРО у наших границ. Я считаю, обязательно нужно сделать еще одно заявление. Тем более, 12 лет консультаций с американской стороной по поводу того, как можно или взаимодействовать, или как можно регламентировать противоракетные средства друг против друга, показали. Американцы ни о чем договариваться не хотят. Они действуют явочным порядком и выполняют свои глубокие стратегические планы. А контурить нас со всех сторон системами ПРО, то есть перехватить возможные ракетные ответные удары, подчеркиваю, в самом начале, в самом зародыши, когда ракеты только медленно-медленно начинают отходить от стартового стола. Владимир Петрович, спасибо за интересную информацию. Наши партнеры, западные в кавычках, продолжают стягивать силы границам России. На этом фоне Обама заявляет о том, что Россия очень дорого заплатит за действия на Украине. Все это не может не тревожить, но мы надеемся, что у Российской Федерации остается сила, возможности и главная политическая воля достойна ответить на эти угрозы и вызовы. Ну, я не сторонник грязи не оружия, но на слова Обамы, которые вы привели, они соответствуют действительности. Он действительно так говорил. Американцы и их натовские приспешники тоже заплатят высокую цену за попытки посягательства на наше священное право обеспечения национальной безопасности и обороны.